Привет всем, это Слава из города Наипл, штат Флорида. Как всегда, я вам рассказываю, что-то интересное о нашем городе и вообще о штате. Вот сегодня я на третьей улице. В предыдущем видео рассказывал про Пятую авеню, немножко попутали опять про жизнь в Америке. Но вы знаете, что я хочу вам показать вот эту улицу, потому что здесь в основном галереи художественные, очень престижные, несколько ресторанчиков. И здесь, скажем так, эксклюзивная ночная жизнь. Здесь собираются богатенькие буратины. И я вам покажу, потом, значит, чуть вот пройдем, покажу Компиелос и другие ресторанчики, где собирается такая достаточно интересная публика. Вот, сейчас мы возьмем и нарушим правила дорожного движения. Здесь-то можно, все расслабленные. Напрягаться в Наиплс не стоит. Вот этот вот интересный очень магазинчик. Называется Мариса Коллекшн. Вот, здесь дамочка в свое время, еще в 80-х годах, поехала в Италию, купила одну коллекцию одежды, привезла сюда, начала свой магазинчик. Вы знаете, вот этот магазин, он совершенно небольшой, но он прокручивает сотни миллионов долларов одежды. Одежда тут, конечно, дорогущая, но вот она нашла свою нишу, как говорится, бизнесовую, Мариса. Просто шикарно. Магазин работает. Она продает в основном Порт-Ройл. Порт-Ройл, вот сейчас вот, если прямо вот так вот пройти, то Порт-Ройл – это вот самый дорогой район. И там, собственно говоря, здесь дама может прийти, там за 300 тысяч купить себе какое-нибудь колье и даже глазами моргнуть. Вот, поэтому, соответственно, вот этот район, он сосредоточение богатеньких буратин. Вот, а вот этот вот ресторанчик, он самый популярный здесь в Южном Нейплс, совсем рядом с пляжем, называется Кампиеллос. Здесь прекрасно рыбу-мещ готовят. Вот это я люблю. Ну и здесь в кабачке, просто там в баре, вечером сидит народ, с удовольствием общается. Сюда, конечно, нужны резервации, вечером, днем можно пообедать и так просто. Вот, а вот это вот Sea Salt ресторанчик. Вы знаете, что самое интересное, расскажу вам по секрету. Короче, здесь есть определенная группа дам, которые хотят выйти замуж. Вот, и при том, они настолько сделали, настолько шикарно выглядят, что дальше некуда. В основном латиноамериканки. Вот, еще не делают. В пятницу, когда вот здесь вот, в Кампиеллос, я вам прямо сейчас покажу, собирается такой богатенький народ, сидят там вот на креслах в баре и поглядывают все время в эту сторону. Потому что дамы сидят вот за этими столиками, вот здесь вот ресторанчики, и, соответственно, бросают в гляд вот туда. Стоит только машине вот какой-нибудь подъехать вот сюда вот на обочину, такой крутой, знаете, там вообще. Ну, смотрите, вон там Бентли стоит, да? Вот, и только мужик там подходит садится, в этот Бентли сразу подлетает птичка, такая, ой, какая у тебя хорошая машина. Я просто сидя там в Кампиеллос, вот, или там один, я часто очень обедаю один, или с друзьями. Вот, было очень смешно наблюдать. И притом это работает не так, как, знаете, дамы на улицу ходят, там, или еще что-то. Они ведут себя очень прилично, и вообще-то женщины, так сказать, которые... У них может быть даже свой бизнес здесь какой-нибудь небольшой. Скажут, там, убирают дома, там, или делают, там, прически, там, или еще что-то. Потому что здесь очень много латиноамериканцев, которые в услугах, так сказать, работают. Вот, и здесь очень много спа различных, ну, бразильских, там, и так далее. Вот, поэтому тут тоже есть такой небольшой уголок знакомств. Вот, а вот этот вот ресторанчик, Handsome Harry's, он чем известен? То, что здесь вечером с четверга по воскресенье играет живая музыка. Вот, но специфика его в том, что молодежь здесь чисто разлабляется, там, пьет коктейли. Вот, а такие уже пожилые парочки, которые сюда приходят, или же очень пьяные люди, начинают танцевать. Вы знаете, я вам скажу, что иногда бывает концерт, просто-напросто, как это все происходит. Вот, и поэтому, как бы, третья улица, это сосредоточение вот таких вот противоположностей. Здесь одни люди очень такие напыщенные, проезжают на шикарнейших машинах, тут сидят, знаете, одеты уже очень богато. Потому что, если они выезжают в город куда-то, предположим, там, Северный Нейплз, они будут одеты в обыкновенную шортовую майку. Но в пятницу, когда они выходят, здесь уже будут костюмчики солидные. Здесь уже, так сказать, люди очень хорошо одеты. Вот, и как бы такая богемная жизнь начинается, но другого плана. Вот, Северный Нейплз, мы с вами как-нибудь поедем, раз уже начал рассказывать больше о социальных таких темах, не обязательно эти недвижки. Ну что ж, съездим с вами в Блю Мартини, съездим, посмотрим нашу дискотеку, посмотрим там сигарные бары там всякие там и так далее. Вот, такие вот дела. Ну, как сейчас, конечно, только утро, еще 12 нету, поэтому народ-то так расслабленно ходит. Я же так неотвратимо придвигаюсь к Нейплз-Пирсу, потому что хочу пойти покупаться, вот, и прогулочку сделать. Надо создавать себе на день тонус, мне еще сегодня работать. Вот, и поэтому вот сегодня я вам рассказал и прошелся буквально вот через, по всему периметру, и 5-е авеню показал, и показал 3-ю улицу. Все, ребят, пока. Продолжение следует...